Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков и в этом видео у нас обзор электробритвы Panasonic японской с линейным двигателем ES-LT4. В ролике вы увидите тест бритвы в сухом и влажном режиме бритье с пеной и разбор плюсов и минусов модели. Как обычно, постараюсь быть честным и объективным. Начнем мы, конечно, с теста. У бритвы быстрый линейный двигатель, поэтому она легко справляется даже с жесткой трехдневной щетиной. Для более длинной щетины можно использовать встроенный триммер. Давайте проверим, сколько времени займет бритье одна, двух и трехдневной щетины. Побриться можно действительно быстро. Обороты у бритвы не падают даже при снижении остаточного заряда аккумулятора. Это связано с линейным двигателем. Бритва при этом не буксует даже на жесткое щетине и легко с ней справляется. Тем, у кого чувствительная кожа, подойдет режим бритья с пеной. Пена дополнительно снижает раздражение кожи и бриться будет комфортнее. Бритву при этом можно промывать под струей воды. Лучше при этом использовать жидкое мыло и включить бритву. Теперь давайте повнимательнее рассмотрим бритву и я расскажу о ее возможностях. У бритвы быстрый линейный двигатель. Скорость 13 тысяч движений в минуту. Ножи у бритвы очень острые. Угол заточки лезвий 30 градусов. Сетки 3. Они плавающие и повторяют контуры лица. Подвижная плавающая головка дает еще больше свободы. Минимальная нагрузка на руку и минимальное количество движений делает процесс бритья комфортным. При необходимости головку можно заблокировать. Этим же селектором выдвигается встроенный триммер. Он позволяет выровнять виски, а также предварительно укоротить слишком длинную щетину. Например, недельную. Полная зарядка бритвы занимает 1 час. Ее хватает на 45 минут работы. Также есть быстрая 5-минутная зарядка. Этого будет достаточно, чтобы один раз подриться. Во время зарядки бритва не работает. Это важно для безопасности процесса, учитывая то, что бритва имеет полную влагозащиту. Заряд бритвы отражается на дисплее. Кнопка имеет несколько функций. Простое включение и выключение бритвы. Включение повышенных оборотов при удержании более трех секунд из выключенного состояния. Этот режим удобен при промывке бритвы с жидким мылом. На нем жидкое мыло лучше вспенивается. Побриться в этом режиме не получится. Скорость выше, но амплитуда движений ножей меньше. Также кнопка включения позволяет заблокировать и разблокировать бритву. Для блокировки включаем бритву, отпускаем кнопку и нажимаем ее еще раз, удерживая несколько секунд. Бритва заблокирована. Для разблокировки кнопку вновь нажимаем на несколько секунд. Вернемся к корпусу. Корпус металлический. Это хорошо. Бритва не скользит в руке. Вставки приятны на ощупь. Надпись Made in Japan вызывает уверенность в том, что бритва прослужит долго. Но не забывайте иногда менять сетку и ножи. По спецификации замена сетки проводится раз в год. Замена ножей раз в два года. Как правило, расходники служат дольше. Давайте подведем итоги и выделим плюсы и минусы этой бритвы. Плюсы. Быстрый линейный двигатель и острые ножи. Время бритья будет минимальным. Раздражения после бритья нет. А если кожа очень чувствительная, можно использовать пену. У бритвы есть влажный режим работы. У бритвы металлический корпус и подвижная плавающая головка. Своеобразные атрибуты премиальной бритвы. От процесса бритья вы действительно будете получать удовольствие. Отмечу, что у бритвы полная влагозащита. Ее можно и промывать под водой, и использовать в душе. Также к плюсу отнесу быструю зарядку и долгое время работы от аккумулятора. Минусы тоже есть. У этой бритвы, как и у многих других моделей нет возможности вертикальной парковки на защитной крышечке. Зарядник в ЛТ-4 тоже крупный, но здесь это не очень важно, поскольку заряда хватает надолго. И, к примеру, путешествия зарядник можно вообще не брать. Одного заряда хватит почти на 10 циклов бритья. Спасибо за ваше внимание.